Всем привет, с вами Скифский Гологорец. Мы продолжаем проходить Demon's Souls ремейк. В предыдущей серии мы убили сразу двух боссов. Это были боссы Башенный Рыцарь в первом обелиске и первый босс Судья из обелиска со скелетами. Вот это вот. Ну и в этой серии пойдем зачищать весь пятый обелиск. Ну, конечно, не в одной серии, возможно, растянется на две или три. Ну, в связи с тем, чтобы защитить весь обелиск, смотрите, проход дальше по первому обелиску. Ведь, как вы помните, там была белая стена, с которой никак нельзя пройти, пока вы не одолели такого-либо архидемона. Так, недовитый лотос. Ну, точнее, в общем, он снимает отравление, но мне пока не внадрится. Надо бы заменить щит. Кстати, враги здесь, вот эти вот, как... Не знаю, назову их крестьяне, для примера. В общем, они очень похожи на таковых из Драгсоулс 1. Только в Драгсоулс 1 там у них не маски, чёмных докторов, а прям вытянутые лица. Кстати, вон там лежит вроде как Моргенштерн. А ещё в этом обелиске будет плавно всяких засад. Так, что-то, смотрите, в оба. Что такое, вроде классика стоит. Просто как-то ярко. Да. Хотя, вроде бы, Моргенштерн можно ещё выбить из таких же мов, только побольше. Так, идти, ну, вроде бы... Да, туда по мостику. Так, что там ещё находится? А, ещё два труба. Трупа внизу, как я там видел. Ну, да, тоже что светится. Душа. Так, насчёт того, что можно ли туда попасть вниз, я не знаю. Я туда, наверное, не падал. Ну, хотя, учитывая то, что здесь урон от падения не настолько критичный, как в Dark Souls 1, Dark Souls 3, в особенности в Dark Souls 2, где ты падаешь с полтора метра и умираешь тут же. Так, а подняться... А подняться, видимо, больше не могу. Значит, минута будет спускаться. О, это кольцо, по-моему... Да, снижает силу магии, но повышает магическую щиту. Очень пригородится в третьем обелиске. С тюрьмой. Так как там враги, в основном, все магические. Ну, то бишь, атакуют магии, в основном. Кстати, а может быть, с этого вот козырька может опрыгнуть вниз и не разбиться. Но, учитывая то, что у меня полная полоска ХП, как-то не очень хочется проверять. А я вот их, кстати, не заметил, пока они не встали. Ну, или падайте уже, что... А, они по боку моста идут. Ну, думаю, сюда пройти не смогу, так что... Просто идем дальше. Так, а я, сущен, не находил кольцо, устанавливающее здоровье. Нет. Я уже даже не помню, где он здесь живет. Это кольцо. Что это, мертвые собаки? Как же, наверное, хорошо, что в этой локации собак вообще нет. А то здесь посюду узкие мостики. Да и все травится. Травец вышел, получается, туда же, откуда и пришел. Ясно. Ну, да, это место чем-то похожее на чем на гору. Здесь можно заблудиться, хотя это в первые, когда здесь заблудился. А, ладно. А то еще и упаду к ним. А то еще и упадет. даже не знаю может выбить копилка у кого-то из них или отправиться в первый обелиск там его найти или купить у меня случаем нет бомб нету ладно тогда же попробую не умереть от болезни сейчас чуть позже здесь мест например в первом дракслусе есть враги которые плются дротиками и краски эти дротики на носят урон токсином аналогичные урону болезни здесь здесь вместо этих не знаю дробь дротика стрелов водится мыши и мне хватит 1 1 2 укусов чтобы зародиться болезнью так что он да будет купить у торговца который сидит прямо здесь подо мной вдове лотос чтобы снимать сразу болезнь либо как-то отжараться травами живут отжараться травой на и стоит он немало черно смола это как органы только сильнее но и держится нет держится меньше времени так или барда ну ладно куплю его четыре штуки так и прямо сейчас воскресе мне и понадобится вот эти мыши так все а тут может быть срезка а возможно спринетил 100 с того уступа а ну здесь так уж и высоко пробежать здесь открыть срезку чтобы не обходить по мостикам там спускаться эти вот тут самый большой зараженный крестьянин сказать вот только я вижу он там лежит один и по моему лежит в кустах чтобы за эти великана кажешь нет нет ни одного метательного ножа либо лука так было бы легче выманивать это можно путев страну да он сильный часто промахивается нет я ошибся это был не враг видимо предыдущий искатель приключений а вот начал кустов я не ошибся кстати обраку 2 какой-то дел частичной локации вроде бы встречаются тоже такие жуки не то чтобы как бы нельзя брать один и тот же концерт жуков но ладно думаю ты не так уж и важно тем более фанаты dark souls 2 никогда не усвоен когда они не прям не примут ну ту теорию того же теорию того что dark souls 2 начально планироваться как демон на что есть очень много всяких факторов и так намеков например недавно на единый зал с обелисками прям как в демонах только в dark souls 2 они зарыли его в камень и камень в скалу короче а 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 камень сущности что он закаливает а а кинжалы колющий меч и копья хорошо буду знать Итак Тут у нас уже босс Как думаете, какой? Судя по тому, что его тут окружает И это у нас торговец с пиявками Тут, как с судьей, рейнджевики или маги могут расстреливать его примерно с этого мостика Даже не подходя Да, вот эти вот шарики с пиявками Мало того, что носят урон при попадании, так еще и Как бы уменьшают силу восстановления от трав То есть, например, лечась немного пожухлой травой В общем, травой полулуния Я лечусь будто бы травой полумесяца Вот такой вот Да, он еще и лечится Его бы лучше огнем поливать Кто только меняет ни смолы, ни бомб Ни запинания умленных Готов Кровый камень Это уже для катаны зогнутых мечей, понятно И в Nexus Дальше пойду по болоту уже в следующей серии Сейчас прокачаюсь, может, улучшу оружие Или починю просто Сейчас уже можно в носке все скачать Я могу обращать лечения Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите что-то в комментариях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok